Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему мужчина говорит, что у него есть девочка, хотя ее у него нет? Даже друзья говорят, что у него никого нет. Мы с ним общались, мне сделал другой мужчина предложение, я отказался, он про это знает. Спросил, почему не согласился, надо было ей слово говорить, что у него есть девушка. Возможно, решил, что я параллельно с другим общался, хотя это не так. Ну, я думаю, что здесь у нас есть в целом атмосфера недоверия. И я думаю, что у нас здесь в целом между вами есть атмосфера некой такой игры. Вот. Такая, знаете, шахматная игра, как будто бы, где каждый человек боится как-то раскрыться перед другим. Вот. Боится показать какую-то свою заинтересованность и так далее. Я, честно говоря, думаю, что это очень нехорошо для отношений. Я думаю, что подобные, ну, вообще, подобные проявления, да, являются крайне губительными для отношений и делают их, в общем-то, такими выхолощенными, вот, кристаллизованными и максимально далекими от того, что... Наверное, должны нести отношения для человека, а должны отношения нести человеку расширение, наполненность, счастье, любопытство, новый опыт и возможности для реализации всех своих сторон. Вот. Я думаю, что и вам не понравится то, что я скажу, но я думаю, что вот в том, что происходит, есть и ваша ответственность, вот, потому что в этом смысле вы себя подаете как-то так, что, возможно, вам сложно довериться, открыться. С другой стороны, вы же можете выбирать себе такого мужчину, да, с которым вот нужно играть, с которым все так вот, знаете, как открыто, да, спокойно, честно и так далее. Вы можете выбирать такого партнера, где нужно, значит, ну, как-то вот... Продумать какие-то ходы, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что спросить вам нужно себя, да, что вы чувствуете по отношению к, например, мужчине. Я думаю, уже как-то исходя из этого двигаться, либо в направлении к нему, либо в направлении от него. В этом смысле, в этом смысле мужчина, который сделал вам предложение, ну, выглядит как человеком, как человек более, более искренний, да, более такой... Ну, как бы аутентичный, да, более прямой, более свободный, чем вы и чем вот этот мужчина, который... о котором вы пишете. В конце концов, вам придется ответить себе на такой вопрос... Устраивает ли меня такое общение? Устраивает ли меня такой, ну, как-то такой подход, да, мужчины? Устраивает ли меня такой формат отношений, где вот есть такой элемент, если можно так опять же выразиться... Такой элемент лжи, да, такой элемент нечестности, такой элемент избегания, ну, избегания вот прямого контакта, прямого взаимодействия и так далее. И так далее. Вот. И вот, ну, это уже вот вам решать в этом смысле. Значит, вот хотите ли вы, да, будете ли вы участвовать в таком формате отношений, да, или нет. То есть, будете ли вы, ну, вот, взаимодействовать с человеком, вот так, или нет. Решать, решать это только вам, как я думаю. Вот. Поэтому, такой ответ вам можно дать. Да, я понимаю, что, возможно, не такого ответа вы хотели. Вот. Я прекрасно, прекрасно это понимаю. Вот. Ну, а так же понимаю и то, что нам запрещено профессиональной речкой обсуждать третий лет. Вот. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать с собой работу, если вы хотите это делать. Ну, вот. Всего самого хорошего. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...